Всем добрый день! Как меня слышно? Все ли меня слышат? Напишите, пожалуйста, в чате, как меня слышно. Слышно хорошо, отлично. Я рада всех приветствовать. Меня зовут Сажина Александра Ильдаровна. Я являюсь заместителем декана вечернего заочного факультета. Я всех, кто сегодня пришел, благодарю за участие, я благодарю за проявленный интерес. Впервые мы организуем День открытых дверей в таком формате, в онлайн-формате, но я уверена, что пройдет все замечательно. В конце обязательно у вас будет возможность задать вопросы, так что по ходу можете копить вопросы и затем пишите их в чат. Мы обязательно вопросы ваши зачитаем и постараемся ответить. На те вопросы, на которые, возможно, не получится ответить, мы также ответим позже, будем с вами на связи. Итак, еще такой маленький момент, прежде чем мы содержательно начнем с вами, говорить о нашем факультете, о тех программах, которые у нас есть на факультете. Я хочу, пожалуйста, попросить всех сегодня внимательно все слушать, так как в конце я вам задам несколько вопросов. Ответы на эти вопросы вы узнаете по ходу презентации, и те из вас, кто сможет ответить на вопросы первыми, получат от нас призыв. Итак, давайте с вами начнем. Итак, мне бы сегодня хотелось рассказать вам про наш факультет, вечерний зоочный факультет высшей школы экономики. И на нашем факультете учатся студенты, как получают высшее образование, как после колледжа, так и получают второе, третье, и даже есть четвертое высшее образование. Вы можете видеть на слайде QR-коды и пройти по интересующему вас QR-коду. Итак, если говорить о высшем образовании, как я вам уже сказала, что высшее образование на нашем факультете можно получить либо на базе среднего профессионального, либо на базе высшего образования. Итак, если говорить об основных характеристиках нашего факультета, то наш факультет существует уже более 20 лет. В настоящий момент мы будем вести набор на 4 образовательные программы, 2 формы обучения у нас есть, и нашим конкурентным преимуществом по сравнению с, возможно, другими вузами является то, что более 50% всех наших преподавателей являются практиками. И помимо традиционных лекций и семинаров, мы также регулярно организуем мастер-классы с представителями бизнеса, которые могут быть интересны в том числе широкому кругу пользователей. Итак, что касается формы обучения, мы предлагаем своим студентам две формы обучения. Это очно-заочная форма обучения и заочная форма обучения. Обратите, пожалуйста, внимание на сессии заочной формы обучения. Сессии проходят 3 раза в год. Это осенью 2 недели, зимой 3 недели и весной в течение 1 недели. Что касается студентов очно-заочной формы обучения, также, пожалуйста, обратите внимание, занятия начинаются в пятницу с 5 часов, с 5 часов 10 минут, с субботы с 9 часов. Хотелось бы сразу отметить, так как я понимаю, что многие из вас работают, заняты, но иногда из-за большой нагрузки приходится выносить некоторые занятия на неделю, например, в среду, но также занятия проходят по вечерам. Помимо этого, хотелось бы отметить, что студенты получают возможность перехода на ускоренное обучение. То есть за счет чего мы можем перевести студентов на ускоренное обучение? За счет тех дисциплин, которые вы изучали в своих учебных заведениях. То есть либо в колледже, либо в университете. И в зависимости от того, сколько дисциплин из ваших первых дипломов мы можем перезачесть, соответственно, в зависимости от этого срок обучения ваш также может быть сокращен. То есть многим студентам, например, получающим второе высшее образование, мы можем сократить срок обучения на год и даже больше. Опять-таки это все очень индивидуально. Аттестационная комиссия рассматривает все дипломы индивидуально, принимает решения, но такая возможность существует. Что касается образовательных программ, в 2020 году мы будем набирать на 4 образовательные программы. Это менеджменты и бизнес-администрирование, экономика, программная инженерия и юриспруденция. И сейчас коротко я вам расскажу про каждый из этих программ. Также у нас сегодня на дне открытых дверей присутствуют академические руководители этих программ. И если у вас будут какие-то содержательные вопросы по программе, я уверена, академические руководители ответят на эти вопросы. Итак, что касается образовательной программы менеджмент и бизнес-администрирование, вы можете видеть на слайде, что эта программа в первую очередь изназначена для тех, кто хочет либо создавать свой собственный бизнес в будущем, у кого есть, может быть, идея некоторого стартапа, либо хочет стать руководителем бизнес-проектов, бизнес-направлений. И так далее. Что касается учебного плана, или простыми словами того, что вы будете изучать, поступив на образовательную программу менеджмент и бизнес-администрирование, это следующее. Есть теоретический блок, и в рамках теоретического блока вы будете изучать такие дисциплины, как экономическая теория, экономическая статистика, теория и история менеджмента, теория организации и другие теоретические дисциплины. В рамках практического блока вы будете получать знания, навыки и компетенции в области стратегического менеджмента, управления проектами, маркетингом, управления человеческими ресурсами, дизайна бизнес-процессов и так далее. Еще раз хочу подчеркнуть, что данное направление, оно очень практико-ориентированное, и у нас много преподавателей, непосредственно владельцы собственного бизнеса, либо это менеджеры высокого уровня. Навыки и компетенции, которые вы получите после завершения программы, это в первую очередь анализ целевых рынков, это анализ и понимание того, каким образом можно выставить стратегию. Это может быть стратегия как бизнеса в целом, так и, например, отдельного направления, отдельного департамента, либо функционала. Это может быть разработка программы маркетинговых коммуникаций, программы продвижения. Помимо этого, все, что связано с подбором, поиском, разработкой системы мотивации персонала, развития персонала в компании и так далее. Оптимизация бизнес-процессов, построение эффективных взаимоотношений с клиентами и многое другое. Ну и помимо этого, как я вам уже сказала, эта программа также будет особенно полезна для тех, у кого есть идеи собственного бизнеса, и по итогам вы получите, собственно, все инструменты, необходимые для развития, для создания и развития собственного бизнеса. Следующая образовательная программа – это экономика. И данная образовательная программа готовит специалистов непосредственно в области экономики, экономистов-аналитиков, как для финансового сектора, так и для, например, управленческого и налогового учета в отдельных компаниях, в отдельных бизнесах. И, собственно, все навыки и компетенции, которые получают наши студенты, они могут затем применять в различных сферах. Сейчас тоже с вами поговорим. Итак, что касается учебного плана образовательной программы экономика, эта образовательная программа также очень практикоориентированная, и в рамках теоретического блока вы будете изучать микро- и макроэкономику, а также эконометрику. И что касается практического блока, вы можете видеть огромный перечень дисциплин. Это и экономика фирмы, и финансовый менеджмент, и различные дисциплины по налогообложению и так далее. Что касается навыков и компетенций, то по итогам получения образования в области экономики на нашем факультете вы получите возможность навыки и компетенции анализа и оценки финансовых результатов компании, составления финансовых планов, оценка стоимости бизнеса компании в целом, проведение анализа эффективности инвестиционных проектов и многое другое. То есть это основные моменты. Следующая образовательная программа — это программная инженерия. Это программа, в первую очередь, направлена на подготовку IT-специалистов, IT-кадров, которые владеют современными методами и технологией программных продуктов различного назначения, ну и помимо этого управление жизненным циклом информационных систем в целом. Вы можете увидеть также учебный план данной образовательной программы. Теоретический блок включает в себя программирование, бисквитную математику, введение в программную инженерию и так далее. Что касается практического блока, то помимо традиционных дисциплин, связанных непосредственно с программированием, также студенты данной образовательной программы будут изучать экономику фирмы, интеллектуальное право, экономику программной инженерии и так далее. Навыки и компетенции в первую очередь — это умение разрабатывать различные программные продукты, разработка программного обеспечения, разработка мобильных и веб-приложений, создание и сопровождение архитектурных программных средств, оценка качества тех продуктов, которые разрабатываются бизнесом, ну и помимо этого, так как я уже сказала, что образовательная программа включает в себя и менеджериальные, и экономические дисциплины, это возможность создания нового бизнеса на основе инноваций в сфере информационных технологий. И в заключении мне бы хотелось рассказать об образовательной программной юриспруденции. Данная программа, с одной стороны, сочетает моментальную подготовку в области юриспруденции с активным изучением дисциплин финансово-экономического цикла, и также она направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере гражданского и предпринимательского права. Что касается учебного плана, то теоретический блок включает в себя изучение теории государства и права, и истории государства и права уже в зарубежных странах. Что касается практического блока, также вы можете видеть на слайде, это и гражданское право, и административное право, конституционное право и другие виды права. Навыки и компетенции, которые получают наши выпускники, это в первую очередь проведение комплексного юридического сопровождения и консультирования по правовым вопросам. Это также навыки ведения правовой документации с использованием современных информационных технологий и программного обеспечения. Это представление интересов клиентов в суде, подготовка и ведение договоров, контрактов, различных юридических заключений, ну и, конечно же, это головая коммуникация. Теперь, что касается вступительных испытаний, вы можете видеть экзамены, которые необходимо будет сдать для поступления на ту или иную образовательную программу. Для того, чтобы поступить на образовательные программы экономика или менеджмент, вам необходимо сдать русский язык, математику и общество знания. Для образовательной программы программной инженерии русский язык, математика и информатика, юриспруденция, русский язык, общество знания и истории. Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что вы можете воспользоваться либо своими результатами единого госэкзамена, либо вы также можете сдать внутренний экзамен, который мы проводим в высшей школе экономики. Перед экзаменами, которые мы реализуем внутри университета, проводятся консультации. Консультации проводятся строго в соответствии с расписанием, и расписание мы заблаговременно размещаем на сайте, поэтому, если вас интересует возможность прохождения вступительных испытаний у нас в университете, то регулярно, пожалуйста, отслеживать информацию на сайте, актуальную информацию мы всегда размещаем на сайте. Также одним из конкурентных преимуществ нашего образования, образование, которое вы можете получить на вечерней изученной факультете, является возможность изучения дополнительных профилей, либо как они у нас вузеночно называются майнер. То есть, если, например, вы поступили на образовательную программу юриспруденции, но также вы хотите прокачать свои управленческие навыки, вы можете выбрать дополнительный профиль менеджмент организации. И таким образом вы, во-первых, обогатите свои навыки, знания и компетенции, и также дисциплины данного профиля у вас пойдут в диплом. То есть у вас будет документальное доказательство того, что вы изучали эту дисциплину, и, соответственно, вы можете повысить свою стоимость во глазах работодателей. И точно так же относительно других профилей, относительно других майнеров. Опять-таки, если вы, например, учитесь на образовательной программе экономика, да, и вам интересно изучить некоторые правовые аспекты, некоторые особенности, связанные с налогообложением, с управлением личными финансами, вы можете выбрать для себя тоже подходящий кофе. Что еще относительно наших конкурентных преимуществ? Для всех дисциплин преподаватели разрабатывают рабочие тетради, и, соответственно, это позволяет студентам полностью отслеживать весь содержательный процесс каждой дисциплины. И, помимо этого, весь учебный процесс, он также реализуется в системе ЛМС, это наша внутренняя система, где преподаватели выкладывают все необходимые материалы, рабочие тетради, презентации и ведут коммуникацию со студентами. Это очень удобно, потому что позволяет в одном месте на самом деле иметь доступ ко всем материалам, ко всем дисциплинам. Как я вам уже сегодня отметила, помимо дисциплин, которые реализуются в рамках учебных планов, также регулярно мы проводим мастер-классы от предыдущих практиков бизнеса, от лидеров рынка. И что касается еще учебного плана, в учебных планах также есть у нас так называемые проектные семинары, и в рамках этих проектных семинаров предлагается студентам попробовать решить различные практические задачи, получить непосредственно опыт и не просто теоретические знания, а конкретные навыки и компетенции, которые в том числе можно включить в свои портфолио, в резюме и в дальнейшем использовать на практике. Помимо этого мы также студентам предлагаем изучение делового английского языка. То есть это все включается в учебный план. Что касается стоимости обучения, вы можете видеть на слайде, что стоимость очной-заочной формы обучения составляет 75 тысяч рублей в год, и что касается заочной формы обучения, это 68 тысяч рублей в год. Напомню вам, что по договору формальный срок обучения – это 4,5 года, но опять-таки в зависимости от того, какие дисциплины вы изучали, ваш срок обучения может быть сокращен. Также мы предлагаем различные скидки на поступления. Вы можете видеть на слайде этот перечень скидок. Мы предоставляем скидки выпускникам Высшей школы экономики либо победителям Олимпиад Высшей школы экономики. И также я настоятельно вам рекомендую следить за информацией на сайте и новостями и принимать участие в Олимпиадах, потому что еще раз это возможность получить скидку на обучение. Помимо того, что победители получают скидку на обучение, призеры Олимпиад также получают значительную скидку. Если у вас диплом документов образования с отличием, то вы также получаете скидку 7%. Помимо этого, и это достаточно распространенная практика в нашем университете, скидку вы можете получить, если ваши близкие родственники одновременно с вами поступают и будут учиться на той или иной образовательной программе. То есть у нас это достаточно регулярная практика, когда, например, вместе приходят суббоги и учатся, и, соответственно, получают также скидку на обучение. И хотелось бы тоже особое внимание обратить тех, кто заканчивает учебу в колледже, учится в колледже. Выпускникам колледжа и техникум, партнеров, в НИУШЕ предоставляются скидки. И, как вы видите, если вы приходите в группу, вот 5 человек, то вы получаете скидку 5%, и при условии поступления группы вот 9 человек, вы получаете скидку 7%. Как вы видите, это достаточно значительные скидки, и, пожалуйста, тоже обратите внимание, и посмотрите возможность получения образования со скидкой. Что касается сроков подачи документов, то сроки подачи документов на очно-заочную и заочную форму начинаются с 19 июня, и мы будем принимать документы по очно-заочной форме до 10 сентября, по заочной форме до 5 октября. Так что, пожалуйста, тоже следите за этой информацией и готовьте необходимые документы. Какой необходим комплект документов, я вам тоже сейчас расскажу. Для того, чтобы подать документы на поступление, необходим паспорт и ксерокопия вашего паспорта, диплом государственного образца о высшем или среднепрофессиональном образовании, приложение к документу об образовании, то есть это приложение с оценками, две фотографии. Если вы меняли фамилию, то обязательно документы об изменении фамилии. И также ИНН и страховой и пенсионной свидетельств. Контакты вы можете видеть на сайте, также можете по QR-коду зайти на наш сайт, на сайт вечернего и заочного факультета. Вы можете также обратить внимание на график работы, но, как вы знаете, в текущей ситуации сейчас мы все работаем дистанционно, то есть сейчас в деканате никого нет, и пока, к сожалению, на телефонные, на ваши звонки мы тоже не можем отвечать. Но если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете воспользоваться электронным адресом vzfsobakov.se.ru. Ну и понятно, что когда начнется приемная кампания, мы также будем вас всех в деканате ждать. На этом у меня все. Как я вам говорила, как мы с вами договаривались, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в чате, мы будем отвечать на эти вопросы. И пока вы пишете вопросы, пока вы готовите свои вопросы, я бы хотела вам задать вопросы. и сейчас нам также присоединится Елена Сергеевна. Елена Сергеевна нам расскажет, какие вы сможете получить замечательные призы, если вы сможете ответить на эти вопросы. И для того, чтобы мы могли контролировать того, кто первым ответил на вопросы, я вас попрошу ответы также писать в чате, чтобы мы видели, кто первый, смогли это все контролировать. Александра Ельдаровна, так, все здравствуйте. Я очень рада всех видеть, приветствовать. Давайте мы сначала ответим на уже поступившие вопросы, потому что их в чате накопилось достаточно много. Ну, а действительно, потом Александра Ельдаровна задаст вопросы, которые она уже осветила сейчас по ходу презентации. И вот у нас есть чудом у меня оказался под рукой вот такой вот прекрасный экземпляр нашего вышкинского мерча. И сегодня у нас будет три вопроса для вас. И кто первым ответит на эти вопросы, как Александра Ельдаровна сказала в чате, я буду за этим очень пристально следить. Вот вы получите вот такие вот хостеешные классные бутылочки. Напомню, что победителя будет целых три. Итак, Александра Ельдаровна, вы сейчас видите чат? Да, я открыла чат, я вижу вопрос. Я могу его сама тогда зачитывать и буду зачитывать. У нас Екатерина Сергеевна спрашивает, а все могут участвовать? Можно познакомиться с Екатериной Сергеевной, потому что она является академическим руководителем направления юриспруденция как раз. Екатерина Сергеевна, нет, вам нельзя. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна. Всем здравствуйте. Екатерина Сергеевна, академический руководитель образовательной программы юриспруденция. Итак, первый вопрос, я вижу, я понимаю, что он действительно животрепещущий. Как будут проходить вступительные экзамены? Смотрите, традиционно, как я вам уже сказала, сегодня говорила во время презентации, вступительные испытания проходят в определенное время у нас в Высшей школе экономики. Но, как вы знаете, в текущей ситуации мы не можем пока ответить на этот вопрос точно. То есть, если все-таки карантинные меры будут сняты, если деканат начнет работать в своем стандартном режиме, то, соответственно, вступительные испытания мы традиционно будем проводить в Высшей школе экономики. То есть, вы сможете прийти в Высшую школу экономики, вы получите задание, выполните его, мы обработаем результаты и озвучим вам ваш балл. При этом, если вдруг вы получите неудовлетворительный балл, балл ниже проходного, то у вас будет возможность еще раз пройти вступительные испытания. Если все-таки мы к моменту вступительных испытаний еще не выйдем из карантина, то, скорее всего, мы будем рассматривать возможность дистанционного прохождения вступительных испытаний. У нас есть тоже своя особая система, траектория, и, скорее всего, мы будем организовать вступительные испытания с помощью этой системы. Но еще раз подчеркну, пока мы не можем ответить точно на этот вопрос, будем ближе к делу, связываться с вами, да, у нас есть все ваши контакты, электронные адреса, и, как я вам уже сегодня сказала, следите за информацией на сайте. Естественно, всю свежую информацию, актуальную информацию мы будем публиковать на сайте, пока мы с вами точно не узнаем. Следующий вопрос. Когда планируется начало проведения консультации к вступительным испытаниям и будет ли пробное тестирование? Да, смотрите, если сроки приема не сдвинутся, еще раз подчеркну, да, если мы выходим из карантинных мер, то 19 июня у нас начинается прием, и, соответственно, тогда же начнутся сразу консультации. Консультации, еще раз подчеркну, будут проходить по расписанию, и на этих консультациях по итогу консультации вы сразу сможете написать пробное тестирование. Причем, если вы получите на пробном тестировании высокий результат, высокий балл, то вы также можете результаты этого теста использовать в качестве вступительного испытания. То есть, если вы сразу с первой попытки хорошо написали, то мы также это будем учитывать. Александра, я попрошу вас, включите, пожалуйста, первый слайд нашей презентации, там у нас QR-коды наших групп ВКонтакте. Да, конечно, сейчас. Да, я хочу еще раз обратить внимание всех участников, что у нас есть в ВКонтакте две группы, одна для второго высшего образования, и вторая группа для тех, кто будет поступать в высшую школу экономики после колледжа или техникума на базе среднего профессионального образования. Вот вы по этим QR-кодам можете зайти, присоединиться к группам, там вся информация всегда очень оперативна, как и на сайте, выкладывается. Поэтому смотрите. Если вам интересно и удобно пользоваться сайтом, заходите на сайт. Если вам удобно пользоваться соцсетями, пожалуйста, заходите в группу ВКонтакте. Еще раз повторю, что и там, и там вся подробная информация ближе к началу приемной кампании будет выкладываться очень оперативно. Да, спасибо большое, Елена Сергеевна. Помимо этого, действительно, ВКонтакте вы можете настроить, например, уведомления, и как только там будет появляться свежая информация, вам сразу будет на телефон приходить сообщение о том, что данные какие-то обновились. Что касается, давайте, следующий вопрос. Дополнительный профиль входит в стоимость обучения. Да, он входит в стоимость обучения, то есть за изучение дополнительного профиля ничего дополнительно вам платить не нужно будет. То есть еще раз причем, это наше конкурентное преимущество, и ваша возможность сразу получить знания, например, не только в той области, в которой вы планируете специализировать. И точно так же обстоит дело с английским языком. То есть дополнительное за изучение делового английского вам также не нужно будет платить, он входит в наш учебный план. Следующий вопрос. Про когда будут вступительные испытания я вам уже сказала. По поводу информации о поступлении и актуальности Елена Сергеевна вам ответила. Что касается информации о том, что будет ли информация о городе Перми в дипломе, я предлагаю на этот вопрос ответить, подключиться и ответить Ларисе Викторовне. Лариса Викторовна, вы с нами. Добрый день. Я с вами. Добрый день. Отвечу на ваш вопрос. Дипломы мы печатаем в городе Перми. После этого они отправляются на подпись в Москву. И в дипломах прописывается Национальный исследовательский университет, высшая школа экономики. Принадлежность к какому-либо из кампусов в Санкт-Петербург, Москва, Нижний и Новгород в дипломах не указывайте. Спасибо большое, Лариса Викторовна. То есть, да, тоже хочу подчеркнуть, что все выпускники по большому счету получают одинаковые дипломы. Отличаться будут только оценки, которые будут зависеть от ваших стараний во время учебы. Так, есть ли у нас еще вопросы? Александра Ильдаровна, у нас есть вопросы, которые ребята и участники задавали при регистрации. Их несколько. Но, может быть, сейчас стоит слово дать нашим коллегам, как раз академическим руководителям всех наших программ. Потому что, может быть, они хотели бы что-то дополнить по ходу нашего общения. Может быть, хотели что-то детально рассказать про свои программы, чем они отличаются, например, от, например, юриспруденция в вышке и юриспруденция в университете. Чем она отличается? Вроде бы одна и та же, но почему стоит пойти к нам? Коллеги, да, пожалуйста, если вы хотите сказать что-то о битериентах, мы будем очень рады. Еще раз всем добрый день. Я думаю, может быть, в формате вопрос-ответ мы лучше поработаем. Если есть какие-то вопросы и кого-то действительно, допустим, интересует, чем отличается юриспруденция в вышке от всех остальных программ, мы обязательно расскажем. Я думаю, что мои коллеги со мной согласятся. Ну, пока вопросов не поступает, тогда давайте я зачитаю вопросы, которые были при регистрации, да? Таким образом поступим, коллеги. Да, давай. Так, здесь у нас были вопросы следующие. Ну, опять же, про коронавирус, про внутренние испытания или про ЕГЭ. Я думаю, что эту информацию уже получили. Если у вас остаются вопросы, пожалуйста, если вы еще раз хотите получить информацию, нужно сдавать ЕГЭ или может прийти и написать тест в вышке, поставьте плюсы. Кому еще нужна эта информация, мы вам ответим в личных сообщениях. Хорошо? Я думаю, что этот вопрос был уже раскрыт достаточно широко. Итак, вот такой был вопрос. В колледже говорили о каком-то соглашении, что можно поступить в ВУЗ и можно поступить на третий курс за очки, и ускоренное обучение будет три года. Так ли это? Можно ответить, что нет, это не так, да? Да. Александра Ильдаровна, ответите или можно ответить мне? Нет, нет, давайте вы ответите. Да, забавный вопрос, я даже понимаю, почему такие вопросы иногда возникают, потому что в других ВУЗах говорят о том, что вы можете поступить сразу на второй, на третий курс. Но на самом деле это не так и по закону, да, об образовании, на самом деле это не разрешается. Вы все будете поступать на первый курс вечернего заочного факультета, если вы к нам поступите. Но действительно у вас будет ускоренное, будет ускоряться, да, срок вашего обучения. И Александра Ильдаровна уже рассказывала, почему это у нас происходит. Остановлюсь на том еще, да, что обычно те ребята, которые у нас приходят по профилю, у нас они учатся минимум три с половиной года. Это минимальный срок обучения, да, правильно, Александра Ильдаровна? Да, да, минимальный срок обучения три с половиной года. Те, которые приходят после высшего уже образования, то есть на второе высшее образование, минимальный срок обучения это три года. То есть вы понимаете, что здесь у вас действительно уже Александра Ильдаровна говорила, что вы год от нормативного срока, а то и больше, можете получить в ускоренном виде, да, то есть прямо очень выгодно будет учиться, быстрее это все будет происходить. Почему мы говорим минимальный срок обучения? Потому что могут поступать ребята из непрофильных, да, каких-то колледжей, и у них будет уже срок, конечно же, выше, больше. Так, про стоимости, про скидки мы тоже уже озвучили все ответы. Такой вопрос, мне кажется, очень частного характера, что я забрала документы в прошлом году, была отчислена, есть ли возможность восстановиться? Это надо в индивидуальном порядке рассмотреть. Да, я тоже думаю, что мы, Юлия Викторовна, мы вам напишем, ваша почта у нас есть, и мы с вами свяжемся и ответим на ваш вопрос. Да, еще много вот таких вопросов хватает про ЕГЭ и про внутренние тесты, про консультации и так далее. То есть мне кажется, что мы, в принципе, да, сессия при очной. Ну вот еще в чате, да, появилось какие-то вопросы, я сейчас их озвучу. Здравствуйте, как проходит сессия при заочке? Сессия проходит следующим образом. Студенты-заочники приезжают, можно сказать, на сессию, да, сроки сейчас, даже сейчас попробую переключить еще раз на сайте. Вот. Как вы видите, например, осенью это две недели, то есть в течение двух недель вы изучаете определенный набор дисциплин согласно учебному плану, и затем сразу вы сдаете экзамен, ну и точно так же относительно других сессий. Что касается... Так, я прошу прощения сейчас. Был похожий вопрос. Сессии при очно-заочном отсутствуют. Ну, конечно же, нет, они не отсутствуют, но они немножко не в таком виде, как у заочников. То есть, смотрите, вы... У нас вообще учебный год поделен на модули, да, и по итогам каждого модуля вы сдаете экзамены, сдаете, ну и, соответственно, получаете оценки. Но очень часто бывает так, что, например, еще до окончания модуля вы изучаете определенную дисциплину, и сразу после изучения дисциплины вы сдаете экзамен. То есть это может быть, например, опять-таки не в какой-то определенный сессионный период. Как таковой сессии может не быть, но это не значит, что вы не должны сдавать контрольные мероприятия. И что касается вот вопроса преимущества по программе экономика перед другими университетами, я позволю себе ответить. Может быть, Любовь Михайловна также захочет какие-то свои комментарии, аргументы представить. Я считаю, что главным преимуществом нашей образовательной программы по экономике является практика, ориентированность данной образовательной программы. То есть еще раз, это не просто изучение теории бесконечной, да, а это постоянное решение каких-то практических задач, кейсов, получение тех навыков и компетенций, которые вы сможете использовать непосредственно на практике. Любовь Михайловна присоединилась. Любовь Михайловна — это академический руководитель образовательной программы экономика. Любовь Михайловна, еще что-то добавите к моему ответу относительно преимуществ программы экономики, как перед другими университетами. Ну, наверное, вы сказали основное преимущество, но я бы хотела добавить то, что ввиду того, что наша действительность довольно быстро меняется, изменчивость среды, она достаточно высокая в наше время, то и обновляемость курсов, она соответствует изменениям среды. И у нас присутствует, в общем-то, такая особенность, когда один курс могут вести два преподавателя. Это фразкик и преподаватель, который дает теоретические основы, фундаментальные концепции и так далее. И вот такое деление, оно очень выигрышно, потому что вы получаете как практические аспекты данной дисциплины, так, в общем-то, и фундаментальную теорию. Кроме этого, надо заметить, что присутствует так называемый стоимостьный подход в управлении, который предполагает в управлении предприятиями, в управлении капиталом, экономической деятельностью, который предполагает, что главная цель, которую вы рассматриваете, это все-таки увеличение капитала как на микроуровне, так и на макроуровне, что дает конкурентное преимущество, в общем-то, как национальной экономике, так и отдельных предприятий на внутреннем рынке. И эти подходы доминируют в процессе обучения, дают, ну, как сказать, некоторый разворот вашего мышления экономического. Ну, и преимущественно является то, что обучение достаточно сильно представлено как аудиторного плана, так и различные демонстрационные материалы, представленные курсы, значит, вот как раз в системе ЛМС внутренней, которая предполагает, что вы можете продолжать обучение, ну, практически 24 часа в сутки. Вы можете участвовать как в лекциях, так, в общем-то, и самостоятельно изучать дисциплины, и, в общем-то, действительно повышать свой уровень, как в инструментах, так сказать, которые усваиваются в процессе обучения, так, в общем-то, конечно, и вот на теоретическом уровне вы тоже повышаетесь постоянно в своей, в общем-то, профессиональной деятельности. Ну, я думаю, это и дело. Да, спасибо большое, Любовь Михайловна. Следующий вопрос в чате. Скидка на обучение длится в течение первого года или всего периода обучения? Смотрите, скидка, вы получаете скидку на весь период обучения, но как только вы получаете две удовлетворительные оценки, третью, точнее, удовлетворительную оценку, вы теряете скидку. Либо как только вы получаете одну неудовлетворительную оценку, соответственно, вы тоже скидку теряете. Поэтому если вы хорошо учитесь, то ваша скидка будет на весь период обучения. Все зависит от вашей стороны. Следующий вопрос. Как насчет практик? Их предоставляют или нужно самостоятельно искать? Ну, смотрите, отвечу вам следующим образом, что большинство наших студентов, они либо уже работают, либо находятся в активном поиске, и чаще всего они идут на практику в те компании, в которых они уже работают. Но также в университете есть центр развития карьеры, и, в принципе, по желанию, если вы проявляете инициативу, если вы замотивированы в какой-то определенной среде себя попробовать, то в том числе с нашими студентами, со студентами вечернодорожного факультета этот центр также работает. То есть у них есть определенная база работодателей, которые готовы сотрудничать с Высшей школой экономики, и, в принципе, тоже есть возможность попасть к этим работодателям. Помимо этого, опять-таки, у нас есть информационные доски, и на сайте есть информация, на сайте вышки в целом, пермской. Когда вуз откроется, у нас есть отдельный стенд на первом этаже, где также работодатели размещают информацию о потенциальных вакансиях. Но еще раз, естественно, за вас никто искать не будет, вам нужно будет здесь самостоятельность проявлять. Но возможности у нас такие есть. Елена Сергеевна, правильно я говорю? Да, все верно. Я сейчас в чат, опять же, брошу ссылочку на группу карьеры Высшей школы экономики, и вы можете посмотреть, там размещаются все вакансии, которые нам присылают наши партнеры-работодатели. У нас достаточно широкий сейчас очень спектр, то есть мы можем помочь найти практику как для экономиста, так и для юриста, если это потребуется, и, конечно же, для программистов, которые просто сейчас нарасхват. На сайте точно так же вы можете зайти, там, пожалуйста, поползайте, у нас очень-очень много интересной, важной, полезной информации, и наши контакты все есть, если что, пишите письма, мы с удовольствием вам ответим. Елена Сергеевна, есть еще вопросы? Пока как таковых вопросов нет, пожалуйста, не стесняйтесь, да, если что, пишите еще, может быть, уже настало время нам задать вопросы, но я прям очень прошу уйти с этого слайда, потому что очень много ответов. О, да, появился вопрос про преимущества все-таки программы юриспруденция. Екатерина Сергеевна. Оказывается, у нас тоже есть заинтересованные люди сейчас среди участников, кто хочет поступить на юриспруденцию. Замечательно. Я постараюсь не быть многословной, дабы всех, кто уже приготовился отвечать на вопросы и ждут подарков, не отвлекать от их мыслей. Если будут более детальные вопросы, я просто предлагаю либо в личном чате, либо написать на почту. Все контакты, они есть на сайте, и все, у кого возникают какие-то вопросы, могут обращаться к академическим руководителям непосредственно по электронной почте. Я тоже обращаю на это внимание. Что касается обучения по программе юриспруденции в вышке, то основные наши отличия это большая спектральность и, собственно говоря, большая вариативность. Несмотря на то, что наша программа соответствует федеральному стандарту, в вышке есть свои стандарты, и стандарты высшей школы экономики по всем направлениям они несколько отличаются от федеральных стандартов, в том числе и по юриспруденции. Они отличаются по количеству дисциплин, они отличаются по количеству часов, они отличаются по практико-ориентированному подходу, в том числе. Ну, в качестве примера, допустим, у нас непосредственно на бакалавриате изучается такая дисциплина, как ведение в сравнительное правоведение или компаративистика, которая, как правило, в большинстве вузов является частью магистрской программы, но мы включаем ее в таком варианте light, для того, чтобы у наших студентов был больший объем понимания того, что происходит в современном мире, чтобы они понимали, что не везде правовая система, как в Российской Федерации, и могли анализировать особенности национальных правовых систем и других государств. Это одно из отличий, но я бы сказала, что основные отличия можно сформулировать как большая спектральность и вариативность. У нас свобода выбора и варианты определения своей образовательной траектории для студентов очень широкие. Спасибо. А если будут дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь лично. Я обязательно на все отвечу. Еще один вопрос. Спасибо большое, Екатерина Сергеевна. Еще один вопрос в чате появился. Сколько человек обычно в группе наочно-заочно? Ну, здесь очень сильно зависит от образовательной программы. Это может быть 20-30 человек в группе. Но опять-таки зависит от программы. Так, если пока вопросов нет, то теперь я предлагаю перейти к части, где я буду вам задавать вопросы. Пожалуйста, вот вы видите чудесный приз, призы. Вам нужно будет, еще раз напоминаю, писать свой ответ в чате. Лена Сергеевна, я попрошу контролировать, кто будет первым. Я буду зачитывать вопрос. Лена Сергеевна будет смотреть, кто первый, и распределять призы. Итак, первый и правильный, естественно, ответ. Не просто первый, но и правильный. Приготовьтесь писать, потому что важно еще быстро впечатать свой ответ. Итак, первый вопрос. Какие образовательные программы реализуются на Вещерней заочном факультете экономики и управления НИУШ? Какой сложный вопрос, Александра Эльдаровна. Ну, пока вы там печатаете, я отвечу на вопрос от Луизы относительно того, есть ли бюджетные места, а бюджетных мест нет. Все образовательные программы у нас, все направления платные. Итак, Елена Сергеевна, мне кажется, у нас есть... Или нет? Нет? Почти правильный ответ, но не совсем. Да, ну, смотрите, будут ли еще попытки? Да, я попрошу Анну прям вот так вот раз скопоновать свой ответ, и он уже будет приближен к правде, а у Луизы есть одна неточность в ответе тоже. О, и Родион Родион, пожалуйста, мне в личные сообщения напишите, хорошо, вот прям вот сейчас в чатике, как с вами связаться. Я хочу еще раз напомнить, да, что у нас четыре образовательные программы, это менеджменты, бизнесы, медицинские, медицинские, экономика, программная инженерия и юриспруденция. Можете, пожалуйста, поступать на любую из этих программ. И еще один момент хочу подчеркнуть, несмотря на то, что наш факультет называется вечерний заочный факультет экономики и управления, но, как вы видите, не только экономику и управленческие дисциплины изучают наши студенты. Также и отдельный блок IT направления, да, программной инженерии и юриспруденции. Следующий вопрос. Александра Ильдаровна, пожалуйста, можно еще одно уточнение. Может быть, я не услышала по ходу презентации, что на очно-заочной, по заочной форме мы можем предоставить образование по всем четырем программам, и только лишь менеджмент и экономика у нас могут быть по заочной форме обучения. Да, спасибо большое за комментарий, Елена Светлана. я на самом деле забыла озвучить это. Еще раз смотрите менеджмент и бизнес-администрирование экономика, программной инженерии и юриспруденции. Каждая из этих образовательных программ предполагает очно-заочное обучение, и также на менеджменте и бизнес-администрирование и экономике есть заочная форма. На образовательной программе, программной инженерии и юриспруденции нет заочной формы обучения. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Спасибо большое, Сергеевна, да, я упустила этот момент. И, пожалуйста, следующий вопрос. В какие дни учатся студенты очно-заочной формы обучения? О, как много! Сразу, сразу видно, попроще вопрос, сразу очень много ответов. Здорово! Да, но есть, я думаю, первые, кто ответил, а я пока еще тоже прокомментирую. Еще раз подчеркну, что бывает в ситуации, я хочу сразу обратить внимание абитуриентов на это, что некоторые дисциплины выносятся на неделю, да, естественно, мы стараемся ставить это вечерами, да, но бывает, что для того, чтобы успеть пройти учебный план, допустим, ставят не только пятница, суббота занятия, да, но и, например, по средам. Но еще раз подчеркну, это скорее исключение. Но такое бывает, чтобы вы были тоже готовы, и если вы собрались поступать и учиться, заранее тоже этот момент обговорили с вашими работодателями. И что касается сессий заочников, еще раз подчеркну, да, то есть это несколько сессий в год, в зависимости от времени сессии, период отличается, и во время этого периода вы изучаете набор дисциплин согласно учебному плану и сразу сдаете экзамен. И последний вопрос, третий вопрос нашей мини-викторины. За счет чего происходит ускоренное обучение? Либо иными словами, за счет чего у нас есть возможность сократить ваш срок обучения, который формально составляет 4,5 года? Я думаю, что можно, да, засчитать уже верные ответы. Мне очень нравится этот вариант за счет диплома, что у меня уже есть диплом, и за счет этого идет уже ускорение. В принципе, все верно. Все верно, но кто-то был первым, поэтому, Елена Сергеевна, я думаю, давайте подведем итоги нашей мини-викторины, пожалуйста, озвучьте победителей, озвучьте еще раз условия получения призов. Да, еще раз я всех поздравляю, то есть у нас первым был ответ от Родиона на первый вопрос, за второй вопрос у нас получит наш прекрасный приз Луиза. Ну и вот у меня здесь сомнения, коллеги, подскажите мне, пожалуйста, кого же все-таки выбрать? Потому что Юлия была фактически первой в чате, но она написала слово только лишь переаттестация. Я думаю, что мы не будем засчитывать ответ. За счет диплома Милана технически ответ верный, да? Но вот здесь вот дальше идет слово перезачет, повтор предметов. И вот уже у Анны Копыловой я вижу такой более развернутый ответ, и я бы приняла его за верный. Согласна со мной, коллеги? Я сейчас к академическим руководителям тоже обращаюсь. Мне кажется, что Анна у нас стала победителем, потому что перезачет оценок по диплому, и у Анны уже есть одно высшее образование. Да, все остальные тоже ответы близки к правде. Анна, я вас очень прошу также написать мне в личное сейчас сообщение лучше ссылочку на ВК, хорошо? И мы с вами свяжемся. Еще раз повторюсь, как только карантин заканчивается, мы с вами находим друг друга. Мы, конечно же, вас будем с удовольствием ждать у нас выше школы экономики. Приходите, пожалуйста, к нам в гости. У нас не только интересно, полезно, но у нас сейчас еще и очень красиво, потому что у нас с сентября открыт новый, большой, очень современный технически оснащенный корпус. И мы, конечно же, планировали наш День открытых дверей проводить в нем, чтобы вы посмотрели, как у нас сейчас там прекрасно, красиво, удобно. И мы вас будем там всех ждать после карантина. А сейчас все сидим дома, чтобы карантин быстрее закончился. Да, всем, я всех благодарю за участие, за внимание. И я, пожалуйста, да, настоятельно вам рекомендую, подключайтесь к группам ВКонтакте, следите за информацией на сайте. Вся актуальная информация относительно вступительных испытаний, сроков вступительных испытаний, консультаций, все это будет обязательно на сайте. Как только у нас появляется актуальная информация, мы сразу ее публикуем на сайте, либо в группах ВКонтакте. Поэтому подписывайтесь, следите за информацией. Ну и также, как я вам уже сказала, вы можете писать на почту в СЗФ собака.хсе.ру, если у вас будут какие-то вопросы, также будем рассматривать их и отвечать в индивидуальном порядке. Я всех благодарю за внимание, коллеги, я вас благодарю за участие, за вашу работу. Пожалуйста, действительно, как сказала Елена Сергеевна, сидите дома, берегите себя, проводите время с пользой, готовьтесь к вступлению, мы вас очень ждем. Будем ждать вас на нашем факультете. Очень будем всем рады. Спасибо большое. Всем до свидания. До свидания. Спасибо всем за участие. Если есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. Да, мне кажется, еще Вышка очень сильно отличается от всех других вузов своей открытостью. Мне кажется, если вы будете в информационном поле где-то читать про нас, именно про университет, вы увидите, насколько это действительно открытый университет, открытый город, открытый к людям. И мы очень любим наших студентов, абитуриентов, всегда будем рады с вами пообщаться. Пожалуйста, не стесняйтесь. Я готова ответить на все Ваши вопросы. Александра Ильдаровна, все-все-все академоруководители. У нас есть в чате еще один вопрос, где находится новый корпус. Новый корпус находится по адресу Бульвар Гагарина, 37. 37, да. Как рада всех видеть. Взаимно. Прямо сейчас заскриню сейчас. Вот прям сейчас. Все улыбаетесь, да. Ой, как на ладошечке у меня все. Так классно. Будет с чем в дартс играть. Нет. Едем каждому под ротику. Академические руководители все на одной, прям вот картиночке у меня. Как приятно. Лена Сергеевна, ответьте еще, пожалуйста, на вопрос. Мы будем выкладывать где-то запись конференции. Да, конечно, обязательно. Видеозапись конференции будет выложена в наших группах. Она будет, вот опять вернемся на первый слайдик, если да, пожалуйста. Либо вы можете в поисковике в ВК найти второе высшее образование, вниувшее перь, либо высшее образование после колледжа. И там, и там будут записи выложены. Я думаю, что информация на сайте у нас тоже появится. Да, вот в этих группах у нас обязательно все будет. Да, от Дарьи еще вопрос. Александра Ильдаровна. Еще такой вопрос. Есть ли рассрочка? Возможность рассрочки есть, но сразу скажу, что на первые модули рассрочка не предоставляется, на первые платежи рассрочка не предоставляется. И возможности рассрочки рассматриваются в индивидуальном порядке, в зависимости от ваших академических успехов, в зависимости от причин, по которым вам требуется рассрочка. Но еще раз подчеркну, это все очень индивидуально. Возможность есть, но каждый случай рассматривается индивидуально. Еще один вопрос. В каком корпусе преподается экономика? Любовь Михайловна, напомните мне, в основном дисциплины по экономике в каком корпусе проходит? В основном в новом корпусе, в основном по второму. В основном во втором, то есть на бульваре Гагарина 37. А сейчас все преподается онлайн. Да, а сейчас все преподается онлайн. Никто не ходит в прекрасный новый корпус. Мне кажется, нам нужно слоган «Учись в вышке, не выходя из дома». Прекрасно. Мне кажется, даже сейчас эти маски появились, но как минимум в Фейсбуке есть вот это вот вышечное, что «Учись в вышке, не выходя там онлайн». «Учись в вышке онлайн». Пока, пока. Будем надеяться, что после каникулы будем учиться в нашем новом корпусе. Точно-Точно, да. Ой, всем спасибо. Всего коллега большое. Рада была всех видеть. Рада поделиться. Давайте. Всего хорошего, хороших выходных. До свидания. Да, да, надеюсь. Не случаться. Всё. Всем пока-пока. До свидания. До свидания, счастливо.